Всем огромный привет! Я очень рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня покажу вам очень-очень-очень много покупок и новинок из магазина FixPrice. На самом деле я была там пару раз за последние несколько недель, и все никак у меня не получалось снять данное видео. Поэтому сегодня я еще раз туда съездила, взяла все, что я там купила за это время, с собой. И буду сейчас вам показывать. Вы знаете, это очень классно, когда у тебя есть машина, и ты можешь в ней закрыться где-нибудь и в тишине, и в спокойствии, и рассказать своим любимым подписчикам, что же можно найти в магазине FixPrice. Так что, если вам интересно это видео, то обязательно оставайтесь со мной. Ну что, давайте я, наверное, начну с тех покупок, которые сделала уже достаточно давно. Первое это покупка для моей дочки, художницы маленькой. Вот такие вот краски, это акварель компании Luch. Акварель медовая, здесь 14 цветов, между прочим, да, называется. Ну, просто The Water Colors, это значит у нас акварель. Честно, вот за такую цену почему было бы и не взять? Конечно, она еще не понимает, что с этим делать. И все, что она хочет сделать с данными красками, это просто залезть в них мокрым пальчиком и нарисовать что-нибудь на обоях, или на белом постельном белье, конечно же, либо на своем любимом братике. Поэтому, да, все равно я вам покажу вот в таком вот состоянии. Да, у нас растет маленький Пикассо. Что я могу с этим поделать? Посмотрите, какая красота. Между прочим, делают вот такие вот чехлы на телефоны, на мобильные. Так что, да. Так что, если хотите, можете сделать принт-скрин и сделать себе чехольчик на айфон. Я могу сказать так. Цвета очень красивые, они очень насыщенные, как вы видите. Не банальные оттенки. То есть, синий, посмотрите, насколько глубокий. Да, зеленый. То есть, мне понравилось. Уж извините, что так показываю, но чего мне скрывать? Если у вас дети, профессионисты в этом плане, то я за вас очень рада. Моя все-таки любит давать волю своим фантазиям. Дальше. То, что я взяла еще и уже успела испробовать. Это вот такая вот аромалампа. Я очень давно хотела купить себе аромалампу, но почему-то забывала постоянно. Вот такая вот, видите, здесь выемка для того, чтобы вставить чайную свечу. У меня это обычные киевские свечи. Можно взять аромасвечи какие-то. Маленькие такие чайные свечи также продаются в самом магазине Фикс Пресс. Там по несколько штучек. И, по-моему, да, там разные ароматы есть. Не знаю, насколько они классные, насколько они действительно ароматные. Но, учитывая, что все-таки аромалампа нужна для того, чтобы наливать в нее всякие эфирные масла, ну, как бы, да, вот для этого она предназначена, то, скорее всего, лучше взять самые обычные чайные свечи в Икее. Это огромный пакет. Вам хватит его на несколько лет. Что у меня тут такое? Это такая аромасвеча без фильтра, которую мне прислала Танюша из Америки и из магазина Янки Кендаллс. Тоже можно так использовать. Тоже она просто растапливается тут. И аромат разлетается по всей квартире. У меня это такой зимний сейчас аромат. Я хочу это как-нибудь вытащить отсюда. И уже буду использовать всякие аромамасла. Если вы используете аромамасла, расскажите, где вы их заказываете, какие вам нравятся. Я вот думаю, что-нибудь цитрусовые взять на лето. Но еще не знаю. Почему-то у нас в Фикс Прайсе нету этих масел. Хотя я видела в видео, что девочки покупают. И достаточно большие такие флакончики. Ну, не знаю. Может, у нас когда-то тоже появится. Также взяла я вот такие ватные диски. КТ. Много говорить о них не нужно. 140 штук. Кстати, это что-то такое с ионами серебра. Я использую их для своего ребеночка маленького, для Витюши. Для того, чтобы промазывать складочки его сладенькие, пухленькие на теле с маслом. С базилиновым маслом или детским маслом. Ну, без разницы. Мне нравятся они тем, что они не скатываются. Есть... Они прошитые, да? Я вам даже, может, покажу, что я имею в виду. Это... Ну, вот видите, они не волокнистые, что ли. Не ребристые. Мне нравятся. Для этого дела они подходят. Для лица использую большие квадратные такие диски. Поэтому, ну, как бы, вот такие покупаю исключительно для детей. Либо для каких-то... Даже не бытовых, кстати. Лак для ногтей тоже снимаю вот такими дисками. Очень даже хорошо все работает. Не беспокойтесь. Дальше. Мыльные пузыри для Томочки. 55 рублей. Здесь 250, да? По-моему, в прошлый раз мы с вами смотрели. Я забыла. 200 миллилитров. Ну, пусть будут. И палочка внутри там держится. Вот этот раз. Что очень радует. Дальше. Моя мама огородница знатная. Но что-то погода нас, конечно, летом не радует. Поэтому рассада ее, по-моему, там погибает сейчас. И посмотрим, будет у нас урожай или нет. Но все равно для ее теплиц, парников, да? Она попросила меня взять вот такие вот прищепки. Это большие прищепки. Они, мне кажется, по 55 рублей стоили. Я могу ошибаться. 12 штук тут. Они, как она говорит, невероятные. Они очень плотно держатся. Они, ну, как бы, такие достаточно сильные, да? И они действительно большие. Ну, размером с палец, наверное. Так что, да. Вот дела разноцветные. И чтобы жизнь ее была веселее. Для какой-нибудь клубники, наверное, подойдут, да? Зеленый, красный. В общем, это ее. Ее тоже вам покажу. Почему бы и нет? Может, кому-то тоже интересны такие вещи. Может, меня огородники смотрят. У вас есть огород? Пишите в комментариях. Дальше. На мое удивление, я никогда раньше в Фикс Прайс не видела свои любимые макароны Борилла. Это что-то новенькое. И стоят они там 55 рублей. Между прочим, зашла на сайт Едодил. Если не знаете, есть такое, даже не на сайт, а на приложение в своем телефоне. Скачала его просто в App Store. Оно бесплатное. И, да, решила там поискать, сколько же стоит Борилла. Есть ли на нее акции в близлежащих магазинах у нас тут. Таких, как, не знаю, ну, Окей, Седьмой Континент, Перекресток, который находится сейчас сзади меня. И я поняла, что цена очень даже супер. Но самая низкая цена в таких супермаркетах была как раз 55 рублей. Скорее всего, поэтому макарошки эти продаются в фикс прайс. Это у меня баветти. Кто не знает, что такое баветти, это что-то типа спагетти, но приплюснутые. Похоже на лапшу яичную. Ну, приплюснутые спагетти. Это самые лучшие макароны для меня. Я не знаю, почему я их обожаю. Причем именно их я обожаю в жареном виде с соевым соусом. Даже есть, сразу захотелось. Так, ну что. Дальше. Не характерная для меня покупка. Я обычно не покупаю косметику в фикс прайсе по одной простой причине, что что-то меня смущает. Я не разбираюсь в составах так хорошо. Я уверена, что в обычных магазинах обычные марки тоже самое, скорее всего, у них в составе. Но что-то вот меня держит. Расскажите мне, покупаете ли вы косметические такие вот баночки всякие, да, себе? Не боитесь ли, разбираетесь ли в этом? Ну, и скажите, что вам нравится. Может, я что-то упускаю. Я имею в виду, конечно, всякие знаменитые марки я там беру. Почему бы и нет? Тот же самый Палмалиф там есть, да? Локолют, пасты, биомет. В основном там пасты, конечно, знаменитые. Там всякие чистящие средства. Бытовая химия, я имею в виду, тоже, конечно, почему бы не взять. Но до этого дойдем чуть позже. Итак, что же я взяла? Те, кто смотрят меня уже очень давно. Но, кстати, я надеюсь, вам нравится, что я просто с вами вот так болтаю. Я не знаю, просто вот мне захотелось бы выдать вам все. Надеюсь, меня не закидают тухлыми помидорами. Ну, просто рассказываю свое мнение вот такое вот подробное. Кто меня смотрит давно, да, я знаю, что я какая-то помешанная на аромате банана. И когда я увидела вот такие вот гели для душа, это Бель Коктейль, гель для душа, о, без парабенов, ничего себе. Вот это да. Банан в карамели. И здесь 400 мл. И стоило это 55 рублей, по-моему. Насколько я понимаю, это новая серия. И вообще там много таких гелей для душа появилось именно в черных флаконах. Не только этой фирмы. Это наша фирма-то, да? Мне кажется, Бель Коктейль, это наша фирма. Называется она Лоран Плюс. Да-да-да-да, Москва. Аромат настолько приятный, что даже если мое тело будет сохнуть очень сильно, я найду применение этому гелю. Я вот вам... Боже мой, как же... Пахнет Барни. Барни с бананом, который... Невероятный аромат. И есть еще несколько других ароматов. Я буквально вот только что там, да, была. Все приятные. Все вот прям так и хочется съесть или выпить уже. Кто что хочет с ними сделать. Поэтому, да, обратите внимание. Это, я думаю, это новинка. Но, может быть, я и ошибаюсь. Но, скорее всего, это новинка. Потому что мои глаза видят банан издалека. И что там уникальный гель для душа Бель Коктейль Банан в карамели. Очищает вашу кожу, смягчает и дезодорирует ее. Интересно, какой он прозрачный. Он просто прозрачный, да. Такая вот находочка ароматная. Далее новинка тоже 55 рублей. Стоил вот такой вот кейс для кистей. Конечно, это простой пенал. Пенал для кистей. Это простой пенал. Металлический, железный. У многих школьников когда-то такие были. Мне кажется, даже карандаши продают сейчас цветные в таких же пенальчиках. Вот так вот оно все выглядит. Это дело. Вот такой приятный цвет. Ну что, буду с собой брать кисти. Помещаются сюда. Но, конечно, тонкие. Которые для теней, для скульптурирования, большую кисть кабуки или для пудры, конечно, сюда не запихнешь. Все равно, хоть не будет загибаться ничего, все волоски останутся в форме и не выпадут. Дальше. Что же я еще взяла? Вот такие вот цветные карандаши. Ароматизированные. 12 цветов. Гамма сладких ароматов. В одной упаковке. Апельсин, банан, виноград, яблоко, клубника, ваниль и кокос. Кокос. Светик, Слана, ты, если смотришь, это твоя тема. Вот такая вот упаковочка. И, как вы видите, нарисованы на них фрукты. Они даже поточены. Нарисованы фрукты, которыми пахнут. Так, это банан? Нет, это не банан. Вот банан. Как мне повезло-то. Так. Банан розового цвета. Хорошо. Ну что ж, бывает. Не, не пахнет. Вообще не пахнет. К сожалению. Жесткие карандаши. Не очень они хорошо так рисуют. Вот, можете посмотреть. Ну да. Не знаю, взяла, попробовала. Вам могу сказать, что не стоит игра свеч. Да, вообще не пахнут. Абсолютно. Ну, учитывая, что Тома, как я уже сказала, художник от бога, она их очень быстренько уничтожит. Или, как правильно сказать, обязательно найдет им применение. Двигаемся дальше. Что у нас тут? Дальше взяла я вот такие вот маркеры в виде мороженого. Я увидела их тут, на YouTube, на своем любимом. У какого-то блогера я уже точно не помню. Я вообще люблю просматривать иногда такие видео. Делаю себе заметочки и иду уже потом в магазин. Это так как бывают там редко все-таки. Классные такие маркеры. Всего лишь 55 рублей. Томочка, когда увидела их, это я, ну, давно делала покупку уже. Томочка, когда увидела, сразу закричала мороженое, мороженое, мороженое. Я еле спрятала. Это у нас хаппер-даппер. И что? Давайте, наверное, тоже посмотрим. Конечно, канцелярия фикс-прайс очень заманчивая. Все эти разноцветные, необычные ручки, фломастеры, маркеры. Всякие там, не знаю, что там еще есть. Всякие альбомы, все такое забавное. И получается, насколько я понимаю, какие-то товары там выходят дороже, чем в обычных магазинах. Какие-то дешевле. И вот такая идет компенсация. Так как он открывается. Ой, вот. Какие-то волоски. Вот так вот он выглядит. Давайте тоже. У меня нет белой бумажки. Все попахло. Ого. Ну да, очень пигментированные. Очень такие они влажные. Поэтому. Что-то там женщина на меня смотрит. Прикольно. Ну, четыре цвета. Но все равно тоже забавно. И я думаю, что Тома не сможет открыть. Так как очень плотно закрывается. Что может быть для кого-то и плюсом. Для меня уж точно. Потому что если она это найдет, откроет, то будем покупать рамочки всякие. Чтобы ее художество как-то складировать. Видели ролик на YouTube, где мальчик нарисовал на обоях на кухне? Это довольно-таки старое видео. Но вот оно только сейчас набрало повороты. Обороты. И даже вызывали на программу, пусть говорят, да, с Малаховым. То есть там действительно папа сохранил это художество себе на память. Вот так вот. Вот так вот. Сережа взяла набор гелевых ручек. Здесь восемь штук. Он их часто берет. Так как он врач, хирург. Он пишет всякие там больничные листы. И в нашей стране закон прям, чтобы писать именно черными гелевыми ручками эти листы. Ну вот, он их всегда просит меня купить. И они у него достаточно быстро заканчиваются. Так что вот так вот берем прям упаковка. И, конечно, это получается очень даже выгодно. Дальше. Я взяла попробовать пластилин той же самой фирмы. Луч. Чем он меня подкупил? Здесь десять цветов. И два из которых золотого и серебряного цвета. Здесь также есть вот этот ножичек. Да, лопаточка. В комплекте. Цвета тоже не такие, как у нас в детстве были непонятные. Зеленый такой, темный, темный. Синий такой скучный. Здесь смотрите, как все. Ярко, красиво, сочно. Ну и вот эти вот два цвета. Серебряный и золотой. Супер. Оттенки мне очень нравятся. Очень мне нравится вот этот синий цвет. Прям обожаю его. Мне кажется, я какой-то синий цветоман порой бываю. Дальше взяла. Ну, наверное, у всех и у их мам тоже есть уже эти наборы шариков для водных бомбочек. Здесь 290 штук. Мы возьмем это с собой в деревню. Если, конечно, погода нам даст добро на это дело, на все. И будем там с Томочкой играть. Я надеюсь, она, конечно, у нас не будет сильно пуляться ими. Но, так как я снимаю влоги, скорее всего, вы это увидите. И здесь также в наборе есть специальная штучка, по-моему. Да, которая одевается на шланг или на кран, чтобы удобнее было наливать. Так как шарики маленькие, они... Ну, вот такая примерно капитошка. Капитошка, я вспомнила это слово. Боже мой, как в детство впала. Ну, вот такая. Да. И также, вообще, я не собиралась брать эти шарики. Я их взяла в самом начале. А потом увидела, что появились вот такие рогатки. И в них уже в наборе есть шарики. Здесь их сколько штук? 100 штук. Ну, все равно 55 рублей. И также тут вот как бы рогатка, да, специальная. Не знаю, как работает. Испробовать сейчас возможности абсолютно нет. На улице холодно. Дома я не хочу, чтобы весь дом у нас затопило. А Тома, Тома, это гроза. Тома, это ураган. Это, Тома, это все. Это, да. 55 рублей, нормально. Будем все время в деревне кидаться друг в друга вот этими капитошками. Дома я не хочу, чтобы все время в деревне кидаться друг в друга вот этими капитошками. Это, да, это все время в деревне кидаться.